С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 7 апреля, четверг. В студии Джамиля Богомедова, доброе утро. Сегодня в Дербенте состоится конференция о роли алимов и имамов в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи и профилактике идеологии экстремизма и терроризма. Она проводится комитетом по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями республики совместно с муфтиятом. В Махачкале в парке имени Ленинского комсомола прошел митинг участников автопробега «Звезда нашей Великой Победы», организатора автомарша Всероссийской организации «Боевое братство». Автопробег, посвященный празднику Великой Победы, пройдет по многим городам нашей страны и завершится в Москве. Первый вице-премьер Анатолий Карибов принял участие в выездных проверочных мероприятиях по вопросам соблюдения сроков проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в Махачкале. Сопровождающий его министр здравоохранения Танка Ибрагимов сообщил, что на объекте трудится большая бригада строителей, и мы обязаны к 1 декабря этого года сдать объект в эксплуатацию. Каждый год 7 апреля во всем мире отмечают Международный день здоровья. В этот день традиционно обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, стоящие перед человечеством. Проводятся мероприятия, которые мотивируют людей ввести здоровый образ жизни и уделять большое внимание профилактике заболеваний. Продолжить тему главврач Республиканского центра здоровья, заслуженный врач Дагестана Абдулла Набиевич Гаджиев. В этом году тематикой для здоровья объявлен сахарный диабет. Как известно, с проблемой сахарного диабета тесно связана и проблема ожирения, которая становится для нашей страны и для всего мира все более актуальной. Для того, чтобы своевременно выявить риск заболевания сахарного диабета, необходимо обращаться в медицинское учреждение, чтобы определили уровень содержания сахара крови. Анализ проводится взятием капельки крови из пальца. Естественно, каждый человек должен знать норму уровня сахара крови. Нормальный уровень сахара крови от 3,3 до 5,5 микромоль на литр. При уровне глюкозы, народе называют сахаром, 5,6-6,0. Можно говорить о повышенном риске развития сахарного диабета второго типа. Второй тип – это приобретенный диабет. Уровень сахара 6,1 и выше – повод для дальнейшего обследования с целью подтвердить или исключить диагноз сахарного диабета второго типа. Одно из важнейших направлений для профилактики сахарного диабета является массовый спорт, физическая культура. То есть малоподвижный образ жизни приводит к ожирению, а ожирение, в свою очередь, является причиной возникновения сахарного диабета. Я бы хотел сказать, что очень высокий уровень распространения сахарного диабета во всем мире. Говорит о том, что нам нужно обратить внимание относительно здоровых людей, потому что на каждого больного, выявленного сахарным диабетом, приходит еще один больной, у которого еще не выявлен, не установлен диагноз. Поэтому оценка результатов теста проводится в соответствии с критерием диагностики. И своевременное обращение в поликлинику и выявление содержания сахара в крови в норме или в патологии – это в интересах каждого жителей республики. Всемирного дня здоровья. Я хочу сказать, что будут проведены акции по всей республике. В любом медицинском учреждении можно будет определить уровень сахара в крови. В кабинетах профилактической медицины имеется соответствующая методическая литература. И я думаю, что своевременное обращение в лечебное учреждение позволит избегать тяжелых осложнений, которые характерны для запущенных форм сахарного диабета. Молодежный спортивно-оздоровительный фестиваль под девизом «Я выбираю здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню здоровья, пройдет сегодня на стадионе «Труд» в Махачкале. Здесь будут развернуты площадки здоровья для оказания консультативно-диагностической помощи взрослому и детскому населению. Организатор акции – Республиканский центр медицинской профилактики. В селе Хайхи отметили праздник первой борозды. Он символизирует собой окончание зимних холодов, наступление весны и начало полевых работ. По традиции, пахаря, который откроет сезон, выбирают среди самых уважаемых сельчан. В этот день жители села с утра ходят друг другу в гости и поздравляют с официальным началом пахотного сезона. Женщины готовят традиционные блюда и накрывают праздничные столы. Из Кулинского района моя коллега Хатима Несредова. Звуки зюрны и барабана разносятся на все Хайхи. Жители села по обычаю праздника весны собираются в поле, поздравляют друг друга и встречают главного пахаря. Происходит это весьма необычно. Пока мужчина возьмет в руки плуг, чтобы проложить первую борозду, местные жители обливают его водой. Только так, уверены здесь, год выдастся щедрым на урожай, а засуха не погубит плоды. В рамках весеннего праздника и объявленного в Дагестане года горы здесь прошло сразу несколько важных для селян открытий. Нового моста и капитально отреставрированного Центра традиционной культуры народов России. Гости также осмотрели экспонаты местного краеведческого музея. А тем временем на других площадках молодые люди соревновались в народных видах спорта. Бег, метание камня, верховая езда. Отличившихся в этот день спортсменов, артистов и организаторов наградили уже во время концерта. Главная тема исполнителей так же была она, весна. Новости культуры До 12 апреля в Махачкале в Национальной библиотеке в рамках года горы и в целях ознакомления с природными особенностями истории, культурой, традициями горных районов будет представлен проект республиканские фотовыставки «Мое село». Первая фотовыставка проекта называется «Мое село Хунзах». Организатор акции, заместитель министра культуры, директор Республиканского Дома народного творчества Марита Мугадовой и целей и значения нового проекта. Я хочу от имени министра культуры передать вам поздравления. Действительно, сегодня красивое событие, важное событие, потому что такие праздники, праздник фотоискусства, праздник искусства одного села, района, муниципального образования, центра традиционной культуры народа в России, Хунзахского района. Это событие, которое сегодня мы с вами можем лицезреть в нашей столице республики, в прекрасном учреждении нашей культуры, национальной библиотеке. И мы очень благодарны Хунзахскому главе Саиду Камильевичу, заместителю Садалия и начальнику управления культуры, и наши мастера приехали с сел района. Огромное вам спасибо, что вы сегодня все усилия пригладываете для того, чтобы сохранять наши традиции, сохранять нашу культуру, показывать наши достижения в культурном наследии. И я думаю, самое главное, что мы показываем живых носителей и отдаем память тому, чем, конечно, дорожим. Присутствующим я желаю пройти по выставке, посмотреть ее. В каждой фотографии очень много содержания, очень много памяти. И я думаю, что, прикоснувшись к ней, вы обязательно не останетесь безучастными. А это самое главное, чтобы наше участие в нашей культуре было всегда и постоянным. Театр поэзии представляет проект «Неделя поэтической музыкально-театральной культуры народов Дагестана», реализуемый по поручению главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Приглашаем вас на открытие проекта и «Неделю лакской поэтической музыкально-театральной культуры». В рамках проекта сегодня Лакский музыкально-драматический театр представляет постановку «Любовь и слезы» по поэтическому наследию Патимат из Кумуха и Маллея из Балхара. Режиссер-постановщик, народный артист Дагестана Аслан Магомедов. А 8 апреля в рамках проекта пройдет музыкально-поэтический вечер с участием членов Союза композиторов, членов Союза писателей и солистов театрально-концертных организаций Республики. В Буйнакске завершился республиканский турнир по волейболу в памяти мастера спорта СССР Абдулы Газимагомедов. В нем приняли участие 11 команд. В результате упорных игр победу одержали телетлинские спортсмены, обыгравшие в финале соперников из Буйнакска. Победители и призеры получили кубки, медали и денежные премии. Были также установлены индивидуальные призы и денежные вознаграждения в номинациях «Зрительские симпатии», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший распасовщик». И о погоде. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается без осадков утром по низменным и приморским районам местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. В горных районах западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура 13-18 тепла по низменным районам плюс 15-20. В горах 7-12 местами до 18 градусов со знаком «плюс». В Цунтинском, Цумадинском районах и на Бештинском участке слабая лавина опасность. В Махачкале ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура 13-15 тепла. Вода в море 9 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан.